В компании «Газпром Трансгаз Самара» много проектов социальной направленности. Один из них заслуживает особого внимания – уроки доброты. Его суть – в проведении среди образовательных учреждений конкурса социальных проектов, в рамках которых победители, получившие гранты, производят что-то своими руками для конкретных благополучателей. В результате проведения благотворительной программы укрепляется материальная база кабинетов уроков технологии. Школьники получают профессиональные навыки. И самое главное – ребята под руководством педагогов получают навыки социальной работы. К примеру, школьницы села Савруха на оборудовании и из материалов, купленных за счет гранта, шьют крестильные наборы, которые бесплатно выдаются батюшкой на крестинные жителям села. В Камышлинском районе также на оборудовании, приобретенном за счет гранта, ребята бесплатно проводят сварочные работы для пенсионеров и ветеранов. За два года реализовано более 20 подобных проектов. В рамках одного школьники на станке делают развивающие игрушки для детского сада, в рамках другого пекут сладости. Вся проводимая в округе работа является важным элементом в деле формирования комфорта среды проживания и напрямую сказывается на социальном самочувствии жителей. Представленный проект доказал свою эффективность. Его реализация позитивно оценивается местными жителями. При этом сам проект не требует больших финансовых вложений. Витя, а зачем нужно охранять газопровод? Когда в доме светло и тепло, то это... Хорошо! Зимой можно не бояться мороза, потому что наш дом и другие многие дома сегодня отапливаются газом. Светом дает тепловая электростанция, которая, кстати, тоже работает на газе. А где они берут газ? Газ приходит к нам на станцию, по трубам и в наш дом. Так вот, территорию, где проходит газ по трубам, нужно беречь. Почему? Потому что если повредить случайный газопровод, мы останемся без газа, без света и без тепла. Понятно? Понятно! Газ нужно беречь и охранять. Бесспорно! Газификация расширяет экономические и социальные возможности городов и поселков. В тех населенных пунктах, куда приходит голубое топливо, открываются новые производства, создаются новые рабочие места. Да и домовладельцы, для которых угольно-дровяные заботы остаются в прошлом, оказываются в выигрыше. Природным газом снабжаются тысячи городов и поселков, сельских населенных пунктов и промышленных предприятий. День и ночь бесперебойно идет по трубам голубое топливо, чтобы в наших домах было тепло и светло. Согласно своду правил охраны магистральных газопроводов, вдоль трассы магистральных трубопроводов устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями. Назначение данной зоны – обеспечение сохранности трубопровода от внешних воздействий. Суть ограничений в охранной зоне заключается в запрете проведения всех видов строительных работ и перемещения грунта. В то же время в охранной зоне магистральных газопроводов разрешается вести сельскохозяйственные работы при условии надлежащего уведомления эксплуатирующей организации. Существует понятие охранной зоны магистрального газопровода. Для всех магистральных газопроводов и газопроводов отводов она равна 25 метрам от оси влево и вправо. Также существует понятие зоны минимально допустимых расстояний. В данном случае на этом участке 350 метров. В охранных зонах магистральных газопроводов запрещено вести всякие виды работ без согласования с эксплуатирующей организацией. Какие работы? Стройка, прокладка линии, коммуникации. Обязательно согласование. Только с согласованием, соблюдением мер безопасности эти работы можно выполнять. Государством также установлены нормативы специальных охранных зон для сохранности эксплуатации магистральных газопроводов, в том числе для защиты жизни и имущества граждан и организаций. Охранная зона магистральных трубопроводов устанавливается в виде участка земли шириной от 25 метров от оси с каждой стороны. Вдоль подводных переходов трубопроводов охранная зона отводится в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток на 100 метров с каждой стороны. Специальные знаки на берегу предупреждают, что якорь в этом месте бросать нельзя. Кроме охранных зон устанавливаются так называемые зоны минимальных расстояний для обеспечения безопасности. Они превышают размеры охранных зон и имеют ширину до 350 метров от оси газопровода с каждой стороны. Естественно, трубопроводы могут подвергаться воздействию опасных факторов природного происхождения – землетрясения, наводнения, оползни. Однако, наряду с этим, значительную опасность представляют неправомерные действия населения в пределах охранных зон. Расширение границ поселений, размещение садоводческих и огороднических хозяйств, строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов и других сооружений должно производиться только при условии соблюдения минимальных расстояний от оси трубопроводов до объекта строительства. Согласно статье 32 Федерального закона о газоснабжении в Российской Федерации, вне зависимости от завершенности строительства, вне зависимости от стоимости объекта и других факторов предусматривается единственный вариант для нарушителя – снос сооружения за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушение. Таким лицом, безусловно, является тот, кто производит незаконное строительство. Страшно себе представить те последствия, которые могут возникнуть в результате воздействия опасных факторов на трубопровод. В результате разрыва или разрушения трубы, разброса осколков металла и грунта могут пострадать люди, произойти значительные материальные потери. Когда на одном из газопроводов произошел взрыв, сгорело все в радиусе 350 метров от места аварии. Что останется от этих домов и построек, если, не дай бог, что-нибудь случится на трассе? Общество «Газпром Трансгаз Самара» напоминает, что непреднамеренные, а еще хуже умышленные повреждения или разрушения газопроводов и технологически связанных с ним объектов, гражданами или организациями влечет за собой уголовную ответственность в статье 86 части 1, 167, 168 и 269 Уголовного кодекса Российской Федерации. Общество «Газпром Трансгаз Самара» обращается ко всем местным органам власти, к вам, граждане России. Берегите народное достояние, и тогда в вашем доме всегда будет свет и тепло.